На этой неделе, 15 февраля, отмечается 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Тысячи молодых солдат уходили тогда исполнять свой интернациональный долг в чужую республику. Многие не вернулись. Ежегодно в середине февраля в России вспоминают те далекие дни, когда для советских солдат война закончилась. Сегодня во Дворце культур Хузангая прошло торжественное собрание, посвященное этой дате. Дмитрий Ковалев с подробностями. Немного истории. Помощь советских войск Афганистану понадобилось после убийства основателя Народно-демократической партии. При новом руководстве начались репрессии, беспорядки, и в конечном итоге это могло привести к власти враждебных сил. Такая ситуация Советскому Союзу была невыгодна. Официальное решение о вводе военных на территорию республики Политбюро ЦК КПСС все-таки приняло. Это произошло 35 лет назад. Именно тогда началась разработка операции по устранению лидера афганской оппозиции. Она была проведена успешно. После этого в стране установился новый режим, и во многом он зависел от Советского Союза. Все изменил очередной государственный переворот. На пост главы республики был избран Мухаммед Джабула. Вмешиваться в этот конфликт отказались и советские власти, и американцы. Вывод войск из Афганистана начался в мае 88-го года. Согласно соглашению, военные должны были покинуть страну в 9-месячный срок. Он истекал 15 февраля. За все это время домой вернулись более 100 тысяч человек. Но все это уже в истории. Сегодня в зале Дворца культуры Хузангая вспоминали о тех, кто погиб, исполняя приказы и свой интернациональный долг. Но во время вывода войск не все проходило так гладко. Колонны военных часто атаковали душманы. По некоторым данным, в перестрелках погибли более 500 солдат. Их память почтили минутой молчания. По официальным данным, сейчас в Чувашии проживают более 3000 участников войны в Афганистане. Кто-то участвовал в спецоперациях, кто-то охранял границу. Мы познакомились со старшиной пограничных войск, Валерием Александровым. В Афганистан он попал в начале 80-х годов, работал водителем, обеспечивал войска провизией, бензином и боеприпасами. Мы попадали в засаду. Когда ездили в колонне, на автомобилях, значит, провозили все необходимое, попадали в засаду, ставили нас в засаду, обстреливали, бывали в обстрелах. Ну и обеспечивали еще операцию. Каждый год боевые товарищи собираются вместе. 15 февраля участники войны в Афганистане возложат цветы к памятнику погибших. Но во время торжественного вечера в их честь звучали военные песни. И поздравления кому-то вручили награды. Спасибо за просмотр!